И всем привет! Мы продолжаем играть в Занзаро в поисках затерянной страны. Как помним, в прошлой серии мы получили карту земли у того белого друида. И теперь спокойно разносим всякие волны с помощью нашей феи камня. Но я говорил, пока никуда не торопимся из царства облаков. У нас здесь есть незаконченное дело. Вот, посмотрим по карте. Нужно на арену идти. Это как раз туда, где мы получили карту царства облаков. Вот, далеко оттуда. Я еще туда зашел один раз, а там мне волну преградил дорогу, поэтому не смогли пройти дальше. Вот мы просто возвращаемся. Лучше тут неосторожничать теперь, а то опять вылетит. Начнет Эмми летать в текстуру. Ну что, даже если бой, то Грему не помешает подкачаться. Так, и сейчас... Да. Идем вот сюда. Бедная Эмми замучается, столько бежать. Ну, гостеприимные феи воздуха продолжают нас встречать. Что уж поделаешь с этим. Собираем монетки. Везде есть свои плюсы. Так вот, с той башней уже никто не нападет, а вот справа могут нападать. До сих пор. Потом здесь мы можем спокойно по центру проходить. Без риска нападения. А вот, все правильно идем. В том сундуке получили карту облаков. Вот. Ну, помните, да, это место. Сейчас наш Грем поработает. Ай, молодца. Теперь мы сможем задание выполнить. О, а вот. Очень хорошее место. Спятан сундучок. О, в нем. Опа. Крустальный шар. Самый лучший шар, что можно найти. Крустальный шар нам, в общем, понадобится. Где-то ближе к концу. Так что шары, шар этот, крустальный не тратьте. Старайтесь сохранить ее. Не, я не побегу за тем мешочком. Еще нападет кто-нибудь. А, так я вообще зря сюда пришел уже. Получается. Вот, нам нужно подняться здесь. Что ж, ладно. Вон, да, виднеется арена. В общем, когда-нибудь я еще вам скажу, вот, пригодился нам хрустальный шар этот. Ну, пока держим его в себя. Вот она, опять этот белый друид стоит. Так сказать, спаситель Занзары, как он себя именует. Ага, паркасатриум вепрезентом. Будь осторожна, говорит. Арена злыми существами заполнена. Вот обманщик-то где. Какую-то воду мутит и все тут. Сначала всем год, потом Аквана. Нам тут предстоит очень такой веселый бой. Камень, камень, пси вообще здесь, ну, просто сольются быстро. Так что не берем их уже в расчет. Ах, вам как-то не нужно. Вот ему генералу ничего не нужно. Не страдать. Он просто готов с нами биться. Итак, вот. Семь фей. Сегбус, фея хаоса. Ну и дальше вот пошли. Феи тьмы. Почему сначала берем фею природы? Потому что хаос против воды эффективен. И если мы водой начнем тьму выносить, то нас хаос в это же время будет так влесить. Вот поэтому природа еще может со своей колючей броневой дубовой кожей выстоять. Быстро находим сегбуза и валим. А потом уже пытаемся Акваной победить оставшихся. Акваной сразу сегбуза найти. Так, держитесь. А, вот. Цель обнаружена. Как? Попасть бы еще. О, вот. Все. Можно валить. Просто неэффективно. Привода. Так, заучили. Видите, что творит? Теперь все проще окажется. Будут по одной. Вот и все. Ну, в принципе, не очень сложно. Ну все, теперь-то океан даст жару. Наконец-то. Вот. Зов воды. Все расставим, конечно же. Не раздумывая. Ну, бесформенная энергия неплохо заходит. Вот, уже готовы две выносящие феи. Оссор Квинлина получили. Так. Как раз Квинлина, которого мы в Тиралине гнома видели, это у Асса и его сынок. Он рассказывал, что потерял отца. Не то, что потерял. Не видел давно. Так. Разговариваем с Уэйн. Хванитель арены. И еще такой бой предстоит. Я не знаю, что ему надо. Мог бы уже сразу сдаваться. Еще куда-то, что видел в сфере тьмы. Ну, в общем. А хитрость прошлого боя в том, что сразу ищите Север Буза и вводите феи природы. Как можно быстрее. Ну, получилось. Уэйн. Дорог очень много, как я говорил. Это я вам один вариант показал. Куда можно идти. Но в конечном итоге все равно нужно во все места сходить. Так, сейчас можно в Лондон сгонять. Взять эту Суэйн. Помните, может, в Тиролин это, где руну Данмора купили. Вот, там она хотела поменять Суэйн на Сег. Вместо Дарью смело ставим. Все, и в Тиролин Дуэйн. Так, да. Суэйн при этом должна быть на первом слое. Иначе ничего не получится. Будет говорить, что не вижу у тебя Суэйна. И все такое. Да, вот. Вся правда выясняется потихонечку. Что темные эльфы причастны. Но это не темные эльфы. На самом деле. Так. Вот, поменяются у Эльфа на Сег. Эльфа на Сег. Смотрите, теперь она будет Суэйн. Сейчас. Где Суэйн? Перезайти в дом надо. Ну вот. Теперь у нас Суэйн феи. Красивая фея. Жалко отдавать очень сильно. Она бы нам пригодилась. Ну, можете поиграть маленько ей, но все равно отдавать придется. А мы с нашим Сег безполезным. Что ж, мы готовы к турниру Эльфа. Теперь в Данбуре. И импортируемся в Данбур. На большое дерево, в общем. Вот. Турнир на большом дереве происходит сейчас. Все ее приводы ставим. Вот, сразу же тут убирается. Вы можете и раньше сюда прийти, просто вы не пройдете дальше, но ради куста. Хотя, зачем можно так все сделать? Здесь опять же Сег без должен быть на первом слоте. Начал дать пьянусь, не пропустить вниз. Вот, и нашл Сиэрбус, он говорит. Взамен дал нам Варгота. Такого-то выгодного обмена нам предлагает. Ну, Варгот будет бесполезной феей в нашем отряде. Пусть он в конце будет там. Так, здесь нам с ферми природы, возможно, предстоит биться. Вот, статине. Вот, эта часть болота агрессивнее будет, чем та, которая в дырающих дней. Вот, еще один золотой шар лежит. Так, можем аккуратненько пройти, собрать монетки. Ну, как я и говорил, будут мешаться постоянно. Вот, здесь неудобное такое место могут попадать. Ну, вроде бы и все. Скорее всего, нам никто больше не помешает. Конечно. Обереги другого мнения. Может, успокоитесь уже. Вот. Объявлен турнир за карту воздуха. Вот, карту воздуха нужно получить, потом поймать фею воздуха нужно будет. Можно было сразу, конечно, поймать. Я вот что-то не поймал. Так, ну, перед турниром нужно хорошенько подготовиться здесь. Так, все на местах. Это с феей камня, значит. А, Сиамус. Да, да. Тот самый Сиамус. Который нам сначала в Индеве встретился первый раз, потом в Тиролине. Говорил, наберет получше фей. Ну, посмотрим. Посмотрим, чего-то теперь страшно. Ну, какие уже 30 уровни, 35 уровни и 40 уровни пошли. Будет ли толк против моей раскачанной феи в Си. Да, да, можно же. Первым скиллом пока. Слабеньким побить. А вот горбата последнего-то придется безумием побить. Так, урона больше. А здоровья у него много. О, видишь, прыгать не можем. Он ведь ворона идет. Меня удивлялось, а вот это по 15 уронов носят 16 на 40 уровне. Эффективным феям. Так, это первый противник на большом дереве. тар Efendimiz ю-ху. Ю-ху! 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 Опять проиграл, почему? Да всё просто, твои феи неэффективны против моей были. Вот на 25 уровне наш куам превратится в кумара. Вот можете книжку тут почитать, тоже что-то наверняка не расскажет. Так, здесь что у нас? Ага, против воды так ничего у нас нет, но вода не сильно страшная, она с защитными заклинаниями сильна, как и природа в принципе. Поэтому воду будем бить природой, а лёд у нас все есть в своём. Эрик это который возле, тоже в Тирадиме стоит с феями воды. Вот они у нас тоже феи воды посильнее стали. И появилась вот такая вот фея Мальдана. Да, предстоит нашему сельгоду попотеть. Путев нейтральных фей. Ну то да, она это самая простая в его наборе. И это да. Не удалось клифтовать. Против фей воды это. И всё равно стреляет. Ей лишь бы поспавить со своими заклинаниями. И всё на 21 урона. Просто толком даже не раскручивается 21 урона. Пора уходить отсюда. Маленьким духом можно расстрелять и расстрелять. Такие скоростные, слабенькие заклинания. Они против слабых и хороших. Су-у-у-у-у-у-у-у. Вот даёт 4 среднего пальзама. Не игнорируйте это. Это сейчас вот я хожу. Кажется они не нужны. Вот копятся себе потихоньку. Ладно. Ничего подобного. Очень скоро они пригодятся нам. Вот тут самый Янус. Которому мы всем боссы дали. Подарили ему поражение его. Он не победил, говорит. Так. Ничего. Отслований нет. По заклинаниям. О, такой же Симгот. Больше вы его нигде не встретите скорее всего. Или может ещё разобтан. Ну вот дубовую кожу идёт и шпоры. Это опасно. Тут у Сипа работает. И снова плюнула. Ну что ж. Погнали. Ну, что с твоим Симгот? Все в этом подделом. Все. Пора разбирать. Погнали. Теперь. Ух. С легких шпор начал. О, ходила. Опять успел. Да, блин. Передержим. Вот когда передержите. то на себя накладываете эффект заканания. То есть, если я лёгкие шпоры передержу, то сам начинаю медленно снигать. Относительно безопасности. Так как. Он просто не сможет. Часто стрелять. Часто стрелять. Это самое главное. Бас. Вот. И оди всё. Теперь это. Сбумелый мультик. Так. Ну, березовую кожу даже не забывай. Это бессмысленно. Хотя нет. Неприкосновенно тоже стояла. Ну, у нас ещё будет, чем природе ответить. Да секбус фигня. Потому что. как можно не понимать о, еще и мне этого все груза посудят ну, кстати говоря, больше вы нигде этого все груза не найдете чесночный распылитель бесполезный и относительно бесполезный с царствой тьмы он может пригодиться вот она, она тут пригождается нам во всю в большом дереве еще увидите, как в царствую тьму тратиться все бутыли будут это последний противник, четвертый так, ладно, побеждаем природой этого мутыреса побеждаем камнем вот, всю природу природой придется и воду приводы бить чтобы не нашли надеюсь спасибо о, зажали теперь никуда не убежит все, уходим о, тоже промазал в ответ о, камень как хорошо упит по воздуху о, блин, легкие шпоры как я их не люблю когда на меня применяется это выстрелил герой против меня вот, ты промазал а я к этому теперь крепись парень все, последняя фея о, большой колен легкие шпоры эффективнее все, вот так вот все, большое дерево зачищен еще всего один уровень грему и будет грема хорошая работа прям как темный эльф исчез все, смотрим на карту в белый собор нужно но для этого придется поймать фею воздуха благо у нас есть золотые шары вот, два шара без золотых шаров делать нечего любую фею воздуха ловим, они все такие слабые, что не важно первую попавшуюся просто первую попавшуюся ловим вот тут справа шансы есть хорошие найти кстати, туда нам и надо будет идти ладно, никто не попал значит мы заново зайдем ну вот, сразу покажу вот они, воздушные вихри через них мы попадем в этот белый собор вот, по сути мы уже почти на месте но этот обрыв разделяет но мы назад возвращаемся в надежде, что теперь на нас попадет фею воздух вот, урия это лучший вариант конечно так, главное не перестараться сейчас и не убить ее тут аэро бы точно умерло все и сразу из лондон берем эту фею воздуха где она, вот урия вместо вагота вот у нас пятый слот постоянно кем-то заменяется да, вот еще что мы не сразу полетим в царство облаков у меня есть план ну чтоб потом не возвращаться просто сейчас я сделаю то что нужно будет сделать позже но это сразу сделаю заранее какая разница ведь все равно придется вот нужно идти сюда через сарфей теперь надо феи воды ставить мы пойдем на поимку феи металла там второй золотой шар нам пригодится как раз вот тут такая же плаформа и нужны были только конвенационные ключи вот защитники сундучков металла драться придется даже четыре зря я начал вот наглядное пособие как бороться с феями металла все обязательно эти сундучки проверяйте тут нам нужно о 6 попыток что так можно оказывается и пустые вот на ваших глазах новый секрет разгадал сейчас надеюсь я его запомню 6 попыток ребята значит и делал так 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 вот все я не думаю что чё короче есть вариант таким действий так желательно нам сейчас бы поймать фею металла постараться здесь уже шанс небольшой что он нападет а вот минари нужно как-то вот постараться я не знаю потихоньку стреляет но нужно обязательно поймать фея металла а давайте посмотрим что это золотым шаром я что-то боюсь с этим багом лучше сохраняться с этим багом лучше сохраняться ага вот она хитрость сейчас аккуратно все сейчас нужно будет перепрыгнуть на ту платформу на последний вот наш золотой шарик теперь в башню гномов едем в моногам туда нам тоже придется идти в дальнейшем но сейчас моя цель купить там заклинания для феи металла кстати там гном который продает эти заклинания металла он вам не продаст если у вас не будет инструментов гномов хотя бы один нужен здесь феи и камня могут обитать его выгоднее будет клан оставить вот джон джон напал все повержен пашню гномов там не знаю но где-то был этот воун такой скорее всего здесь да а нет это вевшина гор должно быть в общем нам нужно найти такой воун спрятан так не это здесь а там еще какую-то табличку видел что наверняка мы ногам о вот правильно идем это это пикси сам набежал на нас так это что вот вот оно это место еще заметное где два золотых шара поля ну а нам по ногам нужно попасть ставим ставим камня это вообще получается жители моногамо изолированы так первый раз я играл я не понял как же мне туда попасть вот вот смотрел не понимал просто вот вроде где как оказалось вот спуск продолжительная дорожка по ногаме ничего бояться никто не нападется я имею ввиду в самой деревне этой на самом деле там есть места где подраться можно ну вот мы и по ногаме сейчас просто по очереди заходим в дома вдруг что интересненькое найдем так вот этот дном меняет фатраэля на виа электро вообще не делайте этого никогда фатраэля вы замаетесь качать а виа электро вы и так можете поймать в царстве тьмы например ну и в подземельях всяких вот аруна моногамо в первом доме вот так что ни в коем в коем случае не обходите в коем случае не в коем случае не 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 а еще 15 кристалл вообще можно не пользоваться в принципе так вот это вот вот за спасение мы продолжаем путешествие вот сюда нам также придется зайти и сейчас просто посмотрим вот мы не можем спуститься вниз так как не хватает эволюционного ключа огня его мы тоже в принципе уже можем достать наверное мы этим займемся так такие дополнительные задания сейчас быстренько ну парень так то и основные потому что мы не придем сюжет без них не вот этот гном продает за кристаллы вещи я как-то не нуждаюсь пока в этих мячах вот такое заклинание наконец то нашли мы чтоб для феи пси купить могу учителя кинес вот давайте еще посмотрим так духовную энергию так могу учителя кинес взяли а все в принципе этого достаточно вот и по урону хорошее достаточно но для скорости мы такое и оставим можно конечно еще одну купить если нам повезет я так еще немножко посмотрю вот я делал еще набор и наконец нашел могу учителя кинес вот два могу учителя кинеса очень хорошо стойкий характер бесформенная энергия намного лучше смотрится вот кстати с джокерами вот такие вот разноцветные это означает что можно любой стихии другой поставить заклинание вот если например один джокер то можно первого уровня заклинания поставить вот как симгота например два есть здесь можно сейчас сами увидите даже играть на жизнь двумя синими вот могу просто ставить но зеленые не обязательно что все три должны быть заняты вот можете на две одну ставить на три две в общем это на ваш вкус но я оптимальные заклинания говорю какие лучше вот ставить ну это все зачем заходить в этот дом теперь надо заклинание для металла купить а мне тоже сейчас скажу вот инструменты гномов которые нашли может составить жидкий металл 40 процентов дополнительных убеждений хорошее берем теперь нам надо булавки иголки но старая броня вот на сто процентов увеличивает но я не уверен что она действует поэтому не стоит ну железо скрыл возьмем вот нам главное магнетизм и булавки иголки найти вот блин то и другое нам дали ну что ж иголки иголки сначала возьмем сейчас что-то быстренько магнетизм найдем о все что больше нам ногами делать нечего ну что ж отправимся за эволюционным камнем огня теперь вот так вот мы отвлеклись от сюжета пошли в дом что бы мы делали без этой рульной башни гномов а я ее чуть не пропустил вот нужно сюда идти запомнили дорогу так этот гном не пропустит нас пока мы его не победим но он не будет с нами биться если на первом соте не будет феи пси вот такой вот хочу сразиться точнее пройти хочу дальше вот у него феи пси и феи камни вот так природу берем чтоб избавиться от его феи пси сразу а что что вот штучка неприятный выброс энергии все уходим он опять камень взял и все богин этот неприятный чувак со своим заклинанием уходим 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 быстро с вами расправляться уходим очень не люблю этот выброс энергии ух такие противные феи феи да феи феи Ну вот, наконец-то наш Квам превратился в Кумора. Надо запитание теперь проверить, что там с ними. Так, могу читать Кенез при нас. Вот. Бесформенная энергия не получилось с собой прихватить. Ну что ж, даже духовная энергия скорее, не для чего скорость раскрутки. Но здесь мы можем так же бесформенную энергию поставить. Ничего страшного. Идем дальше. Так, вот этот шар нам пока не нужен. Он телепортирует. Вот туда, вон, видите, внизу шар. Вот, туда мы и телепортируем все сразу. Ему тоже надо инструменты показывать. Видите, без инструментов никуда. Так что не трогайте их. Потом успеете еще. Ну и желательно, чтобы один-два всегда были привезли. Так же эти инструменты улучшают, эволюционируют фил металла. Минари до мигари. Мигари до гигарекса. Вот как можно увидеть здесь, внизу. Так же, как эволюционные камни. Щелкаете и все. Вот, просто подбегаем и телепортируем. Вот это место тоже очень сложное может оказаться. Потому что эти платформы очень сильно раскачиваются. Большая амплитуда. Так, здесь мы справились. Всего лишь три, так сказать. Опа. Оп. И последняя осталась. Как-то вот, не знаю, надеюсь, опустится пониже. Все, с первой попытки смогли. В общем, сохраняю все лучше сразу. В чем вся загвоздка? Вот, казалось бы, мы телепортировались туда. И все. То есть, ну, упали тут один раз. Опять же, там появились. Снова напрыгали. А не тут-то было. В общем, если вы упадете и снова там вот окажетесь, эти ступеньки уже исчезнут. Вам придется опять телепортироваться назад. Подходить к тому гному. В общем. Геморроя много с этим может поучиться. Так, эволюционный ключ мы получили. Ну, теперь, думаю, все, уже пора как-то по основному сюжету маленько продвинуться. Сходить. Вот этот собор. Ого, надо менять скорее. Стандартный набор вот так. Ставим. Вот сейчас не хотелось бы, как раз, чтобы на нас нападали. У нас никто не спрашивал. Вот так аккуратно подобрали. Все, идем дальше. Вот. Сейчас я вам просто покажу, как это действует. Вот так прыгаем на этот воздушный дух. Оп. Вот как-то так мы перепрыгнули. Вот перед нами белый собор, в который нужно попасть. Ну, а сделаем мы это в следующей серии. Ну, а пока. Субтитры сделал DimaTorzok.